Привет дорогие друзья! Хотел поделиться с вами вот каким словом. Сегодня читал третью книгу царств, это девятая глава, и здесь говорится о том, что Бог возобновил или обновил свой завет Соломоном, тот завет, который он когда-то заключил с Давидом. И здесь написано, что если Соломон будет соблюдать все заповеди Бога, которые он дал ему, то тогда он никогда не отойдет от народа Израиля. Здесь написано так, что храм ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, так как я сказал оттуда ему Давиду, говоря, не прекратятся у народа сидящие на престоле Израиля. И если мы с вами вспомним Новый Завет, где написано, что знаете ли вы, что вы суть храма Бога Живого, то здесь можно провести параллель с тем, что говорит Бог, что если мы будем соблюдать его заветы, если мы будем соблюдать его заповеди, если будем ходить непорочно в глазах ему, то престол его будет вовеки в том храме, о котором говорит Бог Соломону. Но он предостерегает его от вхождения вслед других богов. Кто такой другой Бог? Другой Бог это что-то, чему мы уделяем больше времени, на что мы уповаем больше, чем на Бога Живого, который создал небо и землю. Когда мы начинаем уделять ему больше внимания, когда мы начинаем ходить за ним, когда мы начинаем уповать на него, он превращается в Бога в нашем сердце. И вот в этот момент Бог предостерегает, что он отойдет, откажется, рассеет с лица земли весь Израиль. И опять же проводим параллель с тем, что происходит иногда с людьми. Когда люди отходят от Бога, то храм приходит в запустение. И здесь написано следующее в 8 стихе. Помните, что Бог вывел нас из рабства греха. И он это сделал своей могущественной рукой, никто бы не смог это сделать, кроме него. И если мы начинаем ходить вслед других богов, то мы уходим от нашего Бога. И за это Бог может навести бедствие на храм, то есть на наше тело, на нас. И люди, которые будут проходить мимо нас, скажут, Господи, что с ним случилось? Что произошло? Почему? Написано здесь, потому что отвернулись от Господа Бога. Поэтому, если вы думаете, что грех веселее, мир лучше, подумайте о том, что хождение след других богов может привести нас к тому, что Бог оставит и сделает из этого храма просто пустое место. Не отходите от Бога. Бог это то, что спасает нас от греха. Это сущность, которую мы должны познавать каждый день. Не узнав его один раз, сказать, окей, Бог со мной, а познавать и искать его каждый день. И тогда он будет надерять нас еще большей мудростью, еще большей силой и не отойдет никогда от престола своего, который он поставил в сердце нашим вовек. Пока.